Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И сегодня я предлагаю нам с вами разобрать вот какую тему. Борьба со старением. Основные способы поддерживать свою молодость. Как избавиться от морщин без косметолога. Давайте сегодня разбираться. И главное, разберём топ рекомендаций, которые должны быть в вашем арсенале ежедневно. Если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья, по этому поводу хочу сказать вот что. По поводу, как избавиться от морщин. Но, безусловно, если кожа уже достаточно претерпевает возрастные изменения, то избавиться от морщин будет гораздо сложнее. Поэтому я крайне рекомендую, соответственно, начинать заниматься кожей как можно раньше. Что такое в моём понятии заниматься кожей? То есть я не говорю, что надо сразу всем бежать и делать какие-то уколы. Я говорю про то, что существует целая система уходовая, аппаратная косметология. Существуют домашние уходы. Соответственно, вот крема должен подбирать именно врач. То есть не просто вот вы пошли и сами выбрали. Особенностей очень много. Есть крема дешёвые, есть крема дорогие. Но это должны быть хорошие проверенные крема по рекомендации врача, который подбирает для именно вашей кожи. Опять же говорить, что вот если есть морщины, то без уколов, без, допустим, пластической хирургии достаточно сложно избавиться от мужчин. На мой взгляд, невозможно. Я максимально честная с вами, поэтому уж если есть морщины, ну какие тут лайфхаки, не говори, они уже никуда, к сожалению, не денутся. Ну намажите вы кремом, она не разгладится в 99% эта морщина. Поэтому за кожей нужно следить и, соответственно, поддерживать тонус кожи, поддерживать состояние кожи. Ну и, конечно же, помнить про правила, которые придают вашей внешности прекрасный результат, да, поддерживают вашу внешность. На первом месте это обязательно нужно пить воду, как можно больше хорошую очищенную воду. Уж, конечно, больше двух литров мы не рекомендуем пить, но полтора-два литра в день обязательно пейте. Соответственно, вода улучшает обмен веществ и помогает вам выглядеть красивыми и, соответственно, здоровыми. Дальше обязательно нужно спать. И если мы посмотрим, соответственно, там голливудских звезд, да, различных певцов, то мы увидим, как они говорят про то, что сон должен быть обязательно, обязательно. Соответственно, высыпаться крайне рекомендуется, то есть можно отказаться от каких-либо других дел, но сон 7-8 часов должен быть обязательным. Дальше. Кожу обязательно нужно защищать от ультрафиолетового излучения, то есть от солнца. И когда на пляже я вижу людей, которые там круглый, особенно в летнее время, там круглый день стоят на этом пляже и загорают, то это происходит практически убийство вашей кожи. Соответственно, кожа, особенно у людей, у кого светлая кожа, как вот у меня, то есть у меня практически кожа белая. И, соответственно, то есть такая, есть люди, у кого потемнее, да, кожный покров у меня такой вот, видите, как кофта. Если я стою на солнце, я просто обгораю. Я завидую людям, у кого более темная кожа, потому что у них есть такая защита, они не обгорают быстро. Я сразу же моментально начинаю обгорать, то есть у меня появляется пигментация, соответственно, ожоги сильнейшие. Для меня это прям проблема, поэтому я стараюсь под открытым солнцем никогда не находиться. Поэтому и также помните, что ультрафиолет негативно влияет на вашу кожу и воздействует как раз на быстрые механизмы старения. Дальше обязательно нужно правильно питаться, избавляться от быстрых углеводов. Быстрые углеводы как раз несут для организма не пользу, а вред. Они вызывают прыщи, угри, акне и различные кожные высыпания. Дальше помните, как я уже сказала, про правильные уходы. Ни в коем случае в косметике мы спать не ложимся. Мы обязательно должны очищать кожу утром и вечером. Это крайне рекомендуется. Утром от, соответственно, пота, от каких-либо загрязнений, от частичек кожи. И вечером, соответственно, то же самое, что вы целый день работали, находились на улице. И пыль, и грязь, и различные токсины, все остается на вашей коже. Поэтому кожу обязательно нужно очищать. Это крайне важно. Соответственно, помнить про то, что алкоголь, курение, прием каких-либо медикаментов также будет влиять на вашу кожу и как раз придает вот эту отечность, серость. Вот эти вот подглазины сильнейшие. То есть вот те факторы, на которые мы с вами можем... Ну и физическая активность обязательно нужна, физическая активность. То есть если вы будете все-таки за собой следить и вот эти самые простые правила применять в вашей жизни, то вы уже почувствуете результаты. Опять же, я не гарантирую, что ваши морщины разгладятся, и у вас лицо помолодеет на 10 лет. Такого не будет, но объективно вы будете выглядеть гораздо лучше. Вы будете гораздо лучше себя чувствовать. У вас восстановится, прошу прощения, пищеварение. Соответственно, улучшится обмен веществ. Вы, возможно, будете худеть. Будете более отдохнувшими, более веселыми. Да, то есть будете вот эти все хорошие эффекты, потрясающие они все, будут оказывать вам хороший результат. Поэтому я еще раз вам рекомендую про это задумываться. Все-таки в любом возрасте, сколько бы сейчас вам не было лет, отправляйтесь к косметологу. Сразу скажу, есть дорогие у косметологов процедуры, есть более дешевые. Можно подобрать конкретно ту процедуру, которая будет подходить именно вам. Не надо думать, что все прямо очень дорого. Дорого покупать телефоны, дорого покупать телевизоры. Но вы же это делаете, а почему-то косметолога не посещаете. Поэтому крайне рекомендуется подбирать правильную косметику и с консультацией врача, который расскажет вам, как и что нужно правильно сделать. Будьте здоровы и красивы и всегда молоды.